А вот ключевой тип цвета принципиально важная глава. Вот она, и очень хорошо, что она у вас есть, и она должна быть обязательно. Потому что ключевой плюс любой, собственно, мы можем даже все остальные нюансы колорита отодвинуть куда-то на задний план. Именно ключевой плюс любой – это самая главная тема, которая должна быть описана. Что здесь важно? Значит, смотрите. Если речь идёт о, например, холодных чистых, например, такой оттенок. Если он у нас, например, в палитре, у нас есть близкие оттенки, холодные, достаточно яркие. Посмотрите на этот розовый, на этот бирюзовый, на этот голубой, допустим. То есть есть оттенки достаточно чистые. Здесь, например, красно-фиолетовые группы оттенки. То есть получается ситуация такая, что если мы сравниваем между собой холодные чистые и холодные мягкие, то между ними вот эта разница по контрасту и противопоставлению плохо-хорошо, она не такая огромная, как она была бы, если вы возьмёте здесь тёплые чистые оттенки. И вы можете это описать. Мы все прекрасно знаем, что ключевая характеристика работает на любой температуре. И вот здесь как раз можно сказать, что наихудшими будут чистые, тёплые, а наилучшим решением будут мягкие, холодные оттенки. Что ещё здесь? Вот смотрите, у неё здесь оттенки, особенно вот эти два по краям, они мягкие, но они достаточно светлые. Нам в идеале для мягкого лета, чтобы показать эту разницу, надо взять оттенки более средние. То есть, они должны быть у вас от светлоты, допустим, от светлоты, сдвинуты больше в мягкость. Сейчас я... То есть, вот такого примерно плана, да? Давайте почувствуем разницу. Потому что, если у вас... Сейчас я его немножко, чуть затемню, а то он прозрачным. То есть, вот такого плана будет идеально. Потому что, если цвет слишком светлый, то в нём начнёт работать характеристика светлота. Вот этот цвет у нас, видите как, он вообще на границе тепла и холода. То есть, если уж этот вы взяли, тогда и здесь можно смело взять тёплый. И, опять-таки, лучше клиента сразу приучать к характеристикам, которые будут для него идеальны. Да, любая мягкость будет работать хорошо. Но лучше всего будет работать мягкость какая? Холодная. Поэтому в идеале, для того, чтобы здесь лоскутного эффекта мы не увидели, да? Надо посмотреть, какие оттенки мы, например, можем взять. Ну да, вполне, да, вполне мы можем его взять. И здесь дать максимально... Пусть даже здесь будут не обязательно, раз фотографий нету, дайте тогда человеку возможность посмотреть на лицо рядом с фонами. Здесь тоже, смотрите, клетка. Клетка сама по себе состоит из тёмного и светлого. И получается только, ну, когда далеко мы от неё отходим, она вот перемешивается, получается правильный эффект. Здесь, конечно, лучше всего какая-то серая драпировка, которая максимально цельная. Очень ответственная глава. Клиент должен максимально правильно понять вас, да? И увидеть то, что он должен увидеть и запомнить. Ему это должно понравиться. Потому что, например, когда вот здесь мы светлые использовали, контраст светлого и тёмного, у нас здесь фактически мягких полноценных не было. А вот здесь очаровательный, например, холодный чистый оттенок, который есть в палитре. У клиента, если он начнёт внимательно смотреть, у него будет противоречен. Вот этот мне цвет нравится, как я в нём выгляжу. Плюс, смотрите, здесь за счёт вот этой атласной поверхности вот эта часть, например, в тени. То есть, фактически, вот эта часть мягче. Я бы взяла, может быть, этот пример в главу, где вы можете познакомить клиента с тем, что вот такие хитрые ткани, да, например, которые играют оттенками, они могут выглядеть достаточно привлекательными, потому что здесь вот эта игра светотени позволяет, видите, вот эта зона более мягкая, да? Поэтому получается, что вот эти все нюансы нужно учесть. Итак, подытожим. В теме ключевой тип цвета нам очень важно выбрать максимально идеальные оттенки, чтобы их продемонстрировать и показать, как они работают. Если оттенки на фотографиях не дотягивают, то лучше сделать так, чтобы клиент наш появился, например, либо в драпировках, либо непосредственно в, допустим, лицо, наложенное на фон. В крайнем случае вот так. То есть, мы должны очень чётко показать эту разницу. Если у нас, например, здесь не совсем мягкие, а там, так сказать, и холодные, и тёплые, то вот это смешивание впечатлений, оно не даст клиенту устойчивого восторга. Что мы должны получить? Мы должны показать, как действительно максимально лучше. Согласны со мной? Так что вот на это стоит обратить внимание. В тексте, конечно, как вы правильно описываете, раскрывается красота в окружении мягкости. Но это не значит, что в образе должны быть только мягкие оттенки. Ты можешь добавлять к мягкости яркие, светлые, тёмные цвета. Но здесь надо понимать, не к мягкости, а к мягким каким-то зонам. Потому что многие клиенты подумают, что вы можете использовать светлые, мягкие или тёмные, мягкие. То есть к мягким элементам в портретной зоне, то есть к мягким акцентам в портретной зоне добавлять другие предметы одежды. Светлые, тёмные и так далее для нужного настроения. Вот это очень важная глава. Мы должны её максимально подробно и правильно акцентировать. Согласны со мной, девчонки? Рекомендации по окрашиванию волос. Ну, здесь в каких-то книгах это может быть, в каких-то книгах эта тема может отсутствовать. Всё зависит от того, как у вас клиент настроен на эту тему, нужна ли ему эта тема и так далее. Клиенты в основном не видят нюансов. Информация должна подаваться однозначно. Согласна. Так, чтобы не было второго мнения. Чтобы не было противоречий, которые вызывают сомнения. А почему вот здесь я тоже хорошо выгляжу, например. А почему здесь, вот здесь, например, цветок тоже играет свою роль. А он не совсем такой, какой нам нужен. Здесь волосы тёмные. То есть, если фотографии не идеальные, то лучше как раз-таки использовать то, что мы вот здесь с вами видим. То есть, делать сопоставление, например, три ключевых и три максимально удалённых, например, чистых, тёплых. Вот если бы вот это сопоставление вы сделали в главе по ключевой характеристике и описали, что вот это самые худшие решения, это самые лучшие, и вы намеренно взяли, например, здесь тёплые, чистые, а здесь там мягкие, холодные, тогда это было бы очень даже корректно. Просто это получается не про температуру, а скорее про лучшие и худшие. Вот метод от противного у нас на этом основе. Второе мнение нам согласно. Нам не нужно, чтобы клиент сидел и сомневался, например, в том, что он видит. Он видит, что ему нравится, например, вот этот образ, и он не понимает, почему. А не забывайте ещё простую причину. У нас здесь лицо обрамлено натуральным оттенком волос, мягким. И фактически эту главу, например, можно также взять, не только описывая особенности ткани, но ещё рассказать про портретную зону, рассказать, что если вы сохраните мягкий оттенок волос, холодный, то он будет работать, как оберёг лица от ярких оттенков. То есть каждая вот такая фотография, она может сыграть свою полезную роль. То есть здесь она сводит нас немножко с чёткого понимания, а в отдельной главе она как раз максимально включится.